Харьков Харьков становился как мелька боевых бесправил. Это мне очень нравилось. Мы уже ставили вопрос о создании спортивных классов по боям бесправил в городе Харькове. То есть, когда родители видят, что здесь не просто не отбивают головы, а отламывают руки просто так, а когда видят, что есть философский подход в подготовке бойцов. Когда человек через тренировку своего тела тренирует свой дух и сознание, когда основой воспитания является бусюдо, это уважение к старшему, уважение к родителям, уважение к тренеру, почитание его, непререкание. Когда видят, что в этом воспитании есть не просто спортивность, а есть подход к жизни другой. Когда наши спортсмены участвуют в уборке могил людей, которые погибли во втором мировой войне, защищая свою родину, когда они ходят к ветеранам, и этим мы наполняли спортсмена, а не просто тупым набиванием груши или борьбой над татами. Я и мои товарищи работали, как говорится, за того парня. То есть те, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей понесли такие вещи и потеряли ли жизнь или здоровье, которые не позволяют уже себя обеспечивать. И вот я и, еще раз хочу сказать, мои товарищи занимались тем, что работали вместо них. Естественно, параллельно мы проводили раскопки времен Второй мировой войны и перезахоронения советских воинов, защита русскоязычного населения на территории Украины, юридическая борьба против восстановления неонарцизма на Украине. Мы обжаловали все решения украинских властей, которым из бюджета платили пенсии ветеранов АУНУПА, устраивались марши, назывались улицы, вместо улицы, допустим, Победы, назвали ее СС-Нартигаль. Улицу переименовали так. Естественно, это грубое нарушение решений Мюрбельского процесса, которые происходили на Украине. Когда президент отказался подписывать евроинтеграционное законодательство и не подписал соглашение с ЕС, начались митинги, которые мы расценивали как митинги, организованные Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, направленные на свержение действующей власти насильственным путем. Сначала мы выступали просто как с призывами, в дальнейшем мы выступили по недопущению распространения этой чумы на территории Украины. Где-то участвовали в силовых мероприятиях, но только законными методами. После того, как эта хунта победила Украине, президент был незаконно отстранен от исполнительных обязанностей, чуть не застрелен, бежал в Россию еле-еле. Так получилось, что «Оплот» оказалась единственной общественной организацией, единственной силовая, которая открыто заявляла свое несогласие с направленностью действий евро-нацистов, вновь созданных и распространившихся по территории Украины. Все спортсмены клуба «Оплот» были выгнаны соседством залу в харьке. За каждого члена «Оплот» была обещана награда в 300 долларов, адреса, фамилии, имена, семьи. И все выкладывалось в интернет, чтобы было лучше преследовать наших сторонников, скажем так. В воле судьбы мы были вовлечены в этот процесс. Естественно, никто не хотел быть потерпевшим. И, наверное, в первую очередь это не с руки воинам. Поэтому в дальнейшем движение «Оплот» переросло в некоторых регионах силовое противостояние. Так Донецкое отделение наше захватило и Донецкий городской совет вместе с оружием в руках уже. Также славянный «Оплот» наши бойцы и сторонники активно участвовали в Крыму, проводили и защищали право крымчан на самоопределение. Но в результате этого, естественно, была подорвана экономическая основа деятельности общественной организации. Самое главное – прекратились массовые пройдения боев. Нас выгнали, наших спортсменов выгнали со всех спортзалов города Харькова. То есть, принадлежность какая-либо клуб «Оплот» трактовалась как фактически враг. И хозяева клубов спортивных из страха конфликта с властью просто выгонялись спортсменам и не давали им тренироваться. Мы решили этот вопрос, мы нашли спортзал, мы его сделали и уже с сегодняшнего дня начнутся нормальные тренировки спортсменов клуба «Оплот». Чем интересно, в принципе, были соревнования, организованные в клубе «Оплот». Мы максимально сократили затраты на организацию боев, то есть мы убрали рекламу, мы убрали телевидение. Это все было наше маё, которое было стационарное. За счет этого стоимость проведения турнира – это только стоимость оплаты гонорара бойцов. Поэтому мы смогли проводить по три турнира в неделю, два-три турнира в неделю. Благодаря этому, чем больше человек соревнуется, чем больше он соревнуется, тем его уровень растет. Именно за счет этого подхода, интересного, я считаю, ноу-хау в организации боев, мы смогли организовать рост спортсмена, который хочет расти. Поэтому возникли и Дмитрий Сосновский, и Бабич. Почему нельзя проводить пока местам бои? Потому что есть нетерпимое отношение, то есть за мою голову обещано за 500 тысяч долларов, за каждого бойца по 500 долларов. То есть есть нетерпимое отношение власти, которая сегодня является фактически, руководится олигархами, к клубу «Оплот». По поводу бояцев преследования, в 2005 году эта же власть, которая сейчас в лице Авакова и всех остальных, посадила меня уже на три года в тюрьму. Я просидел три года, вышел и меня полностью оправдали. Я знаю этих людей лично, лично. Эти люди абсолютно беспринципные, юридически безграмотные, руководствуются революционной необходимостью. То есть когда в 2005 году была революция, эти люди садили всех неугодных просто потому, что они были неугодные. Я считаю, что у мужчины генетически заложено стремление подраться, что подтверждают в принципе и сами генетики, что у любой мужчины существует его стремление побеждать, уничтожать себе подобного. Для того, чтобы род продолжал наиболее сильный мужчина, если глубоко копать. Это выражается в том, что в период полового созревания мужчины активно и спокойно могут любить друг друга, ну или как минимум соревноваться, нанеся друг другу телесные повреждения с целью победы и уничтожения своего противника. Я считаю, что природное это нормально и правильно. Идти против природы это глупо. Заставлять человека быть неприродным это делать из него сумасшедшего. Нужно это просто все реализовать в какие-то формы правильные. Вот так и возникла идея белых воротничков. Когда к нам во время боев постоянно подходили люди, которые хотели подраться просто так, не профессиональные бойцы, вообще не спортсмены, люди, которые не занимались смешанными единоборствами, занимались карате, айквондо, просто вольной борьбой. Мы, посоветовавшись с доктором, решили установить простые нормы допуска, чтобы человек был нормальным давлением, не имел никаких отклонений, болезней. И тогда мы его запускали в предку. Желающих подраться было расписано на два месяца вперед. Дрались там все. Официанты, кальянщики, банкиры, охранники, вообще все-все-все-все-все. Помню, у нас был армяне и азербайджанцы. Между собой законфликтовали и вот клетка их разрешила конфликт. Что считаю очень демократичным, лучше, чем тыка друг друга ножами и вилками. Лучше прийти трезвым, одеть перчатки, шорты, капу и выйти в клетку и там показать, посмешить, может быть, кого-то. И болели две диаспоры армяне за своих, азербайджанцы за своих. Но выясняли отношения в клетке и в конце уже, когда они выдохли сока, уже чуть ли не обнимались. Вот это и есть, я думаю, та задача спорта, которую она должна выполнять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok